Доброе утро! Лен, мы сегодня начнем с разговора о вашей, ну в общем так сказать, сегодняшней театрально-ледовой деятельности, потому что вот уже на этой неделе, буквально через несколько дней, премьера Дракулы. Я сразу должен оговориться, не Лена в главной роли, многих интересовало это, да? Вот. Но что вдруг, почему Дракула? Ну, судя по всем опросам школьников и старше, тем страшнее, как-то ужаснее, тем интереснее. Ну, Дракула на льду, по-моему, такого еще не было. Еще и история вечной любви к тому, да, будет? Вечная любовь. Страшно и прекрасно. Только у вампиров. Слушайте, вот второй момент, который меня в связи с Дракулой удивил. Ну, во-первых, мы уже про неделю сказали, а вы сегодня прямо, насколько мы знаем, проведете открытую репетицию. Открытую не в том смысле, что там, знаете, родители участников могут прийти и посмотреть, а все, кто захочет и поместится, смогут прийти и посмотреть. Объясните мне, пожалуйста. Зачем? Так ведь тогда все придут сегодня, посмотрят, скажут, а, я был уже на Дракуле. Ну, нет, это просто заинтересовывает зрителя, потому что это посмотреть, а что это такое открытая репетиция? Там кусочек костюмов покажут, кусочек, там программ какие-то. То есть заманушечка? Заманушечка, да. То есть и на самом интересном месте все, репетиция закончится. Лен, вы руководите постановкой, вообще вы уже несколько лет художественный руководитель Ледового театра в Петербурге. Как вам такой хрупкой маленькой девушке удается держать вот под контролем всю эту историю? Постановку у нас делают два молодых человека, это Вадим Ярков и Дмитрий Флэпшин. Также они принимают участие. Так что у меня хорошие сплечи, которые мне... Я руками развожу, руками красиво. А все остальные работают, как обычно. Я все-таки не могу успокоиться по поводу Дракулы. Это, скажем, дети, как сейчас пишут, 6+, 0+, 12+, столько с положительным резусом запускаются, например. 16+, либо 17. То есть для взрослых все-таки? Для взрослых. Все-таки, дети любят пострашнее, но Дракула по-прежнему для взрослых. Ну моя пойдет, говорит, Дракула, я иду. Ну это понятно, да, ее мама проведет по блату. Друзья, к разговору о детях. Детсовет сегодня, так сказать, заседал по тронному поводу, я бы так сформулировал. Я бы подарила ложку золотой. Стол. А то она сидит на троне и устала. Я говорю, не могу подарить свой сарафан. Я бы подарила ей свои туфельки, которые мама мне купила на распродаже. Я бы попросила родителей купить корону, а то старую не износилась. Дело в том, что сегодня день рождения у английской королевы, Елизавета II, сегодня принимает подарки. Я не спрашиваю, но все-таки наверняка вам в те времена еще приходилось встречаться с какими-то, если не короновыми особыми, то, ну, так сказать, очень-очень-очень власть. Кстати, я встречалась с королевой. С королевой? Да. Но не на дне рождения. Не на дне рождения. А при каких обстоятельствах, кстати, интересно? Это первый вопрос. И второе, это приходилось ли что-то дарить или, наоборот, получать подарки от таких людей? Мы с Антоном еще выступали в какое-то послеолимпийское шоу. Применчание редактора Антона Сихорулидзе. Вот, и из Америки Кандинский, по-моему, Василий, вот один из Кандинских, мы привезли такую картину красивую, медведь, огненный такой, очень красивая картина, сумасшедшая. Очень долго просил Антона разрешения именно подарить королеву, потому что это было реально, зачем мы едем на это шоу. И вот все службы как-то согласились, и мы презентовали эту картину. И как она? Приняла, улыбнулась и кормила. И так сделала, вот так вот, да? Да, да, да. Это бабушка делала, это не нынешняя. Елена, ну, возвращаясь к детской теме, я знаю, что вы на коньки встали в своем родном Невиномыске, или, как говорят местные, в Невинке, да? В Невинке. Да, я просто сам тоже детство провел в Северном Кавказе, и ни разу не видел там ни одного катка. Где вы лед-то нашли, скажите, пожалуйста? В морозильнике. Боюсь спросить, сколько мы лет? Мне уже достаточно много, и с 12 лет я уехала из Невиномыска, и через некоторое время уже закрылся каток. Закрылся? Да. И вот теперь вновь и построена красивая дворец спорта, зимних видов спорта называется. Понятно. То есть есть? Есть. Теперь уже есть. Ну, и еще один нюанс, опять же, возвращаясь к вашему детству. Засыпала Лена исключительно благодаря энергичному укачиванию под песню «Вихры враждебные». Было такое? Правда было. А давайте, пожалуйста, нам музыку, пожалуйста, мы попробуем, поэкспериментируем. Чего же? Вы готовы, да, Лен? Энергично укачиваю я. Вы мою маму не знаете. Лен, вам сейчас постановят спать. Сейчас текст спает, будет легче спать. Отлично. Привычное движение. Профессионально укачивается. Кира, беги, я долго не прокачаю. Я тоже взялся, качай. Я за дробь, я про другое. Все, уже спит? Неси уже. Леночка, аккуратно, стеклянный стол. Можно травму. Ап, пока мы вас укачивали, смесь точки из программы «Утро на пять». Вау. Лена Бережной, олимпийская чемпионка. Но видно же сразу, что по катанию. Очевидно же, что по фигурному. Мы прощаемся с Леной Бережной. Благодарим ее за участие в нашей программе. Я, так сказать, я, ну, да, спасибо вам большое. Спасибо вам. С Дракулой осторожнее. Вот, и, знаете, снова, снова в театр, как говорится, снова в театр. Появление в самом центре Петербурга, в глубине Невского проспекта, настоящего храма Аполлона, который мы привычно называем Александринским театром. Предшествовала огромная проектная работа, консультации с волхвами и внедрение венецианских технологий строительства на зыбких грунтах. В итоге шедевр Карла Росси стал атрибутом государственности и культурным символом страны. Правда, когда Пушкина спросили, ну и как вам новый театр, он пошутил прекрасно. Только непонятно, почему Аполлон оттуда убегает. Но внутри театр был наполнен совершенно другими символами. Вот здесь, на плафоне в зрительном зале, царил бог войны Марс. Проект задумывался к 20-летию победы над Наполеоном. Впрочем, союз Марса и Аполлона для России традиционен. Указ об учреждении российского театра был подписан в День Святого Благоверного Александра Невского. Но вместе с тем Александринский театр, названный так в честь императрицы Александры Федоровны, был наполнен романтическими символами, главными из которых были масонские. Правда, когда Николай I зашел в свою ложу и увидел золотые звезды на голубом фоне, то сказал, что не понял, где оказался – в императорской ложе или масонской. А сцену Ройси сконструировала так, что если ее разбить, то видно, как она напоминает трехнепный храм. Это еще один символ того, что театр должен был служить храмом для искусства. Игра на этой сцене требует приподнятости. Артисты говорят о том, что зал во время спектакля их будто бы подхватывает, обнимает и поднимает. И игнорировать эту физическую взаимосвязь между сценой и залом невозможно. Но в истории этого театра есть потрясающие примеры того, как режиссер принимал решение усилить драматургический конфликт спектакля конфликтом сцены и зала. Зал в этом случае служил символом духовности. Когда, например, режиссер Андрей Могучий вывел зал из действия спектакля «Иваны» по пьесе Гоголя, как посырлись Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то мысль о том, что мы начинаем воевать, когда мудрость, храм, София отдыхают, стала не просто очевидной, она стала физически ощутимой. Если остановиться и прислушаться к театру, то можно услышать голоса прошлого. Причем буквально. Именно в этом пространстве Гоголь сам репетировал своего ревизора. А в финале спектакля «Ваш Гоголь» именно отсюда он символически уходит в небо над Петербургом. Возможно, даже под руку с Аполлоном. Говоря об Александринском театре, но тогда еще Пушкинском, в котором служил великий народный артист Игорь Борисович Дмитриев, некогда, он сам рассказывал такую историю. В молодости получил свой первый выговор за то, что в спектакле про парижскую коммуну, где молодой практически коммунист парижский спасал знамя, обмотав на свое тело, а тело ранено. И он умирал прямо на сцене, последние секунды спектакля играл Марсельеза, все рыдали, сматывая с него знамя. А он, соответственно, на голый торс наклеил всякие бороды, которые были в гримерке. И поэтому, там же ветерок, сквознячок, и поэтому Марсельеза играет, все ревут, а шерсть, так сказать, гуляет по телу. Ну, в общем, сорвал. Сорвал занавес буквально. Из Парижа в Курск, друзья мои. Переносимся, время поговорить о погоде. Итак, в Курске сегодня плюс 4-6. И с сегодняшнего дня, и по 23 апреля, пройдет Международный молодежный форум с чудесным названием в Курске. А мы верим в село, гордимся страной. Кто как, а мы в Усмань. Ну, в смысле, переносимся в город Усмань, где сегодня плюс 4. И Усмань – это Липецкая область, а там сегодня стартует областная весенняя неделя добра. За неделю волонтеры благоустроят территории парков, скверов и окажут адресную помощь ветеранам войны. Продолжаем путешествие по веселым населенным пунктам. Деревня Веселая плюс 2-4. Мы продолжаем путешествие по Липецкой области, потому что это снова Липецкая область, Задонский район. Ну и, наконец, Санкт-Петербург плюс 5-7. И сегодня Петербург отправит первых призывников на службу. Это, надеюсь, новость хорошая. Ну, а мы послужим вам ровно через 19 минут. Продолжение следует.